Агуза Агуз, Каган Легенд X размер на 24 и Казгарл Махмуд S. Диван Алугатия Апостроф Т. Турецкой работы в соответствии с размером 22, состоящим из Центральной Азии происхождения, самые густонаселенные турецкие долга. Дата примерно в 7 веке они начали заменяться кочевой структурой и, согласно записям Византийской империи, географически распространились на Балканы. Агузы, Турция, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Айран, Ирак, Сирия, Египет и Балканы, Болгария, Румыния, Греция, Македония, Косово, Сербия, считаются предками проживания в Турции. Агузская живопись согласно эпосам, Агузы состояли из шести сыновей Агузхана и их четырех сыновей каждый. Эти 24 возникших племени носят разные названия и титулы. Это разделение происходит из легенды Абагузи и Каанани. Разделение этих племен Адван, как Базаклар и Узаклар, произошло позже. Разногласия между этими двумя основными ветвями заставили некоторые племена мигрировать на запад. Некоторые из них мигрировали на запад из-за образования государства Гоктюрк и оккупации Атюкена. Шесть век. Остальные попали под власть Гоктюрк. Хотя они снова начали объединяться с ослаблением первого государства Гоктюрк в 630 году и находились под контролем Китая. Они снова перешли под суверенитет без особого сопротивления. Когда было основано второе восточное государство Гоктюрк. Конец 7 века. Когда в 745 году пило второе восточное государство Гоктюрк. Многие Агузы, мигрировавшие на запад и Китай, вернулись в Атюкен и объединились под эгидой игорского государства, основанного Кутлуком Бельгикаганом. Общины Агузов на западе Алтая и в районе гор Танры, это тургельши или турки, западная ветвь Гокских тюрков. Они продолжали свое существование в зависимости от Кагана. Они участвовали в государстве, основанном племенем Карлуков, захватившем регион в 760-х годах. Племена Агузов также были включены в государство Караханлы, которое было создано при участии племен Ягма и Иль под предводительством этого племени. В 10 веке они основали свое первое государство на востоке Каспийского моря под предводительством Агуза и Абгум. После того, как это государство было разрушено Кипчаками в 1000 году, Агузы разделились на две части. Некоторые из них пошли на север и стали предками сегодняшнего Крыма, казахов, болгар и татар. Некоторые из 840 году, когда у Игорское государство было разрушено Киргизами, началось великое переселение Агузов, и они мигрировали на запад во все части Азии, но в основном массово и объединились с другими кровными племенами. Кинека Гусмасса в области Шеи объясняется тем, что по имени предков сельджукская рука сельджуков стала называться предводительством Тугрул-Бей в 1038 году. В Ираке и Иране была основана империя сельджуков. Другие тюркские племена, живущие вокруг, также присоединились к этой империи. Они победили Газневидов в битве при Дондонакане около мера в 1040 году. Согласно турецко-агузским традициям административная и социальная организации образовывали двойную структуру. В соответствии с этой традицией они были разделены на две основные ветви 12 племен – Агузы, Базоки и Узоклары. У каждого племени была миссия и предшественники, отражающая их административное и социальное положение. Опять же, согласно агузским традициям, Базоки были доминирующим элементом, а Узоклар подчинялся ему. Он делит 24 агузских племени сначала на две руки – Базоклар и Учаклар, затем на шесть сыновей Агузхана и, наконец, на их четыре сыновей. Источники списков основаны на Махмуде Кашгарском и Решиде Эддине, живших в 14 веке. Решид Ульдин насчитывает 24, а Махмуд из Кашгара насчитывает 22.